Чуваки, хватит снимать видео и другой контент в соотношении сторон 18 к 9. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Авторы, и не только авторы, начали понимать то, что на рынке становится все больше и больше смартфонов с соотношением сторон 18 к 9 или 18 с половиной к 9, есть 19 к 9 и так далее. Вот совсем недавно вышла, например, вообще Сонька с киношным форматом 21 к 9. Казалось бы, ну видно то, что тренд идет в ту сторону. Почему же я призываю не снимать видео в таком формате? Я знаю то, что это видео получится очень узконаправленным и скорее будет адресовано больше каким-то производителем контента, может быть оператором, но я все-таки сейчас объясню, что именно я имею в виду. У нас с вами есть сейчас достаточно большое количество устройств с разным соотношением сторон экрана. Это, естественно, классический 16 к 9 в большей мере. Потом у нас идет очень-очень маргинальная часть 16 к 10. Это вот как у меня вот монитор, например. Потом у нас начали появляться вот эти вот iPhone X с челкой, со своими гайдами вообще. Потом обычные смартфоны без челок с экраном 18 к 9, 18 с половиной к 9. И у нас есть киношный формат 21 к 9, самый-самый широкий. И что самое еще неприятное, это то, что большинство из них, к сожалению, с челкой, как, например, тот же самый iPhone X, iPhone XS и так далее. Почему я заостряю ваше внимание на челке? Так это потому, что она учитывается при подсчете соотношения сторон. И, соответственно, когда мы растягиваем видео, например, на YouTube, она как раз-таки попадает в видимую область. То есть это наносится, в общем, свой отпечаток на производство контента. Так вот, в чем я здесь вижу проблему? Ну, прежде всего, это то, что, несмотря на то, что эти смартфоны действительно входят в обиход, их пока что очень и очень немного, я имею в виду, на руках. Гораздо большее количество смартфонов уже продано и сейчас находится в сети со старым экраном 16 к 9. Более того, я бы вообще не стал пока что списывать стандарт 16 к 9 со счетов. Ну, просто потому, что дешевые смартфоны, скорее всего, будут еще несколько лет продаваться именно с этим соотношением сторон. Потому что такие экраны просто дешевле, их много. Скорее всего, потихонечку, очень лениво производители начнут избавляться от этих запасов. И, возможно, там, года через 3-4 мы сможем с вами сказать, то, что, да, вот именно этот стандарт соотношения сторон пришел на смену 16 к 9. И пока что этого не происходит. Более того, мы в будущем с вами можем встретиться с тем, что все больше и больше смартфонов начнут переходить на киношный стандарт 21 к 9. Мне кажется, это слишком, ну, излишне он вытянутый. Мне кажется, он не такой удобный. Но это будет, на самом деле, очень полезно, потому что тогда у нас будет один формат и для телевизионного вещания, то есть я имею в виду киношный формат вытянутый, и он же будет применяться на смартфонах. Это в какой-то мере удобно и избавляет, например, разработчиков от некоторых проблем. И, ну, как бы, чем меньше стандартов, тем, как вы понимаете, лучше будет. И при этом мы сейчас с вами говорим только про смартфоны. Если мы возьмем, например, компьютеры, то там вообще 16 к 10 далеко-далеко стандарт. И не видно пока что того, что мониторы, например, 21 к 9 занимают эту нишу. Вроде как нет. То же самое и с телевизорами. На руках сейчас огромное количество телевизоров именно с отношением сторон 16 к 9. А всякие умные дома, стриминг, например, того же самого YouTube на телевизор только набирает популярность. Поэтому я не вижу ни одного практически резона отказываться от стандарта 16 к 9. Но я предлагаю вот что. Я посмотрел на ваши комментарии к тем видео, которые вот на YouTube залиты в таком формате. И очень много народа, которые смотрят эти видосы с новых смартфонов, просто восхищаются тем, что, о, боже, там у меня теперь вот без рамок, я смотрю, и все классно. Я вижу то, что народу это нравится. Но я не поддерживаю вас просто по одной простой причине. Когда мы говорим о том, что вот этот контент подогнан под формат 18 к 9 или 18 с половиной к 9, то вопрос стоит в том, вот эти люди с такими смартфонами, они смотрят видео с полями или без полей? И на самом деле это та проблема, которая очень и очень легко решается. Достаточно просто на стадии производства контента учитывать то, что это видео может просматриваться на разных устройствах с разным соотношением сторон. Поэтому я предлагаю просто всем авторам взять и банально изменить гайды для своих видео. Что я имею в виду для тех, кто в танке? Проблема воспроизведения видосов, которые ориентированы на старые добрые 16 к 9 на новых устройствах, заключается именно вот в этих полосках по бокам экрана. Но, как бы, возьми, зумируй и все в порядке. Но тогда возникает вопрос, соответственно, мало ли я что-то отрежу нужное, что будет в этом ролике. Ну, то есть, например, какую-то часть контента, может быть, какую-то подпись я не увижу из-за вот этого кропа. Поэтому для производителей контента это, в общем-то, очень легко и легко обходится. Ну, смотрите, допустим, я сейчас записываю не видео для вас, а мы, скажем, с вами в прямом эфире. У меня тут написано там вот прямой эфир, у меня вот здесь вот всплывает какой-нибудь там подпись, тут у меня всплывает ссылка на какую-нибудь социальную сеть. Я, как производитель контента, не хочу, чтобы эта информация куда-то пропала. Ну, и вы, например, можете не хотеть, чтобы эта информация тоже из-за кропа от вас исчезла. Тем более, что там может быть, грубо говоря, не вот такое обрамление банальное, а, например, какой-нибудь график. Мне, в общем-то, как производитель контента, ничего не стоит сделать вот что. Взять и просто изменить гайды. То есть, те зоны, в которых ничего нельзя ставить и в котором должен ориентироваться монтажер, когда склеивает видео, чтобы в те зоны, то есть, грубо говоря, поля на видео, в которых не нужно помещать какую-то важную информацию. Ну, и, соответственно, чтобы там вот голова не обрезалась и так далее. Это, в общем-то, сделать очень легко. Достаточно просто подготовить это видео с чуточку более увеличенными полями. Если мы говорим про оптимизацию формата 16 к 9 для проигрывания на устройств 18 к 9 или 18 с половиной к 9, то, в общем-то, эти поля по разным сторонам должны иметь вот такое процентное соотношение, если вы, например, используете Adobe Premiere, потому что там именно процентное соотношение вот для этих полей. Но, конечно же, никто не мешает просто взять и поместить это в обычные гайды, наложив, например, ту же самую челку для того, чтобы можно было без ущерба для контента просто взять и растянуть такое видео на своем экране. Достаточно просто сдвинуть все эти элементы важные и скомпоновать это видео таким образом, чтобы держать в голове вот эти вот дополнительные зазоры. В общем, с этим никаких проблем нет. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы дать пользователю понять, что это видео оптимизировано под вот эти вот новенькие экраны. И здесь, на мой взгляд, все обстоит гораздо-гораздо сложнее. Ну, что я бы предложил бы? Я, конечно, не специалист в этой теме, но как бы сделал бы я? Надо как-то пользователю дать понять то, что он может без ущерба для функциональности, без ущерба для контента взять его и просто растянуть на весь экран. И он точно будет уверен в том, что никакая информация с его глаз не будет удалена. Ну, во всяком случае, важная, скажем так. Так, я бы сделал вот что. Я бы изобрел такую... Ну, я, конечно, не спец по этой тематике. Я не спец, а там, не профессиональный оператор, как вы можете понять. Я бы придумал какое-то обозначение, типа, вот помните, раньше старое было такое изображение, типа HD-ready на телевизорах или Full HD 1080, которое обозначает то, что эти телевизоры поддерживают вот это вот высокое разрешение или готовы к более высокому разрешению, чем стандартная качество. Какой там стандарт был? 640 или 480p? Что-то подобное я бы изобрел, ну, типа того. Этот бы значок выезжал там где-нибудь снизу или сбоку или сверху. И это бы давало понять человеку, что он может бесполезненно растянуть это видео на своем смартфоне до нужного размера и чтобы у него не было полей. При этом, как вы понимаете, все эти элементы дизайна просто пододвигаются ближе к центру, чтобы сохранять эти поля. Поэтому вот, что я думаю по этому поводу. Все эти гайды в PNG-шном прозрачном формате, чтобы можно было наложить на видос, я там приложу на сайте в закрепленном комментарии. Если кому нужно, сможете посмотреть, можете ознакомиться с данной штукой. Я там маску сделал, чтобы можно было увидеть, какое место будет челка айфона занимать в правом и левом соотношении сторон. И, конечно же, гайды для 21 к 9 тоже можно наложить на Full HD видео или расширить его до 4К, например, потому что там соотношение сторон тоже 16 к 9. И посмотреть, сколько нужно оставить места для важной информации, для подписей, возможно, для каких-то картинок, чтобы они не обрезались при зуммировании. Ну и, соответственно, я не знаю, я предложил этот дизайн какой-нибудь кнопочки. Я не знаю, может быть, кто-то лучше нарисует или что-то предложит более умное. Но мне кажется, вот таким образом решить эту проблему гораздо-гораздо проще, чем заставлять кого-то из них страдать. Потому что если оптимизировать контент под 18 к 9, то, естественно, как вы понимаете, все, то есть большинство народа, которые смотрят это с девайсов 16 к 9 классическим, будут смотреть это с нижней или верхней полоской. А при зуммировании какая-нибудь подпись обязательно наполовину сожрется. Ну и, естественно, поделитесь своим опытом, как вы растягиваете такое видео, если у вас новый телефон, и как вы относитесь к таким видео с черными полосками, если вы смотрите подготовленный для 18 к 9 формату на старом 16 к 10 или 16 к 9, например, на смартфоне, когда смотрите. Как бы вы видели решение данной проблемы? Решений, в общем-то, может быть много, но интересно, как вы относитесь к данному видео, или вообще это не настолько уж и критично. Что ж, у меня на сегодня все. Камрады, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok